на канал экзегет поступил вопрос существует ли генетическая склонность к определенным грехам ну вопрос о генах сейчас активно эксплуатируется и генами сейчас пытаются объяснить все но например китайцы изучаю курение обнаружили что у курильщика задействовано около 200 гена даже более то есть иными словами нету гена курения кодируется определенная предрасположенность человека то есть человек с это предположено может быть будет более тревожным может он будет более нестабильным но куда-то денешься тревожить нестабильность это же не факт что ты должен взять сигарету и курить может из-за этой тревожности начнешь считать и для тебя твоя тревожность если ты отнесешь не конструктивно станет мостиком получение более серьезного образования но если кажется брать вас наш не как бегство тревожности да то же самое есть некий убежденность некоторых людей что и алкоголизм является болезнью вот как раз определение всеми организации здравоохранения насчет алкоголизма говорит что это наследственно генетически передаваемое заболевание смертельное но я общался с одной женщины которая принимает больных с острыми алкогольными наркотическими психозами она говорит что пока это еще точка зрения распространилась люди еще как-то боролись со своими зависимости до имели ну какое-то чувство да если что-то сделать неправильно в общем были как-то способны к самокритике теперь когда пытаешься что-то кому-то объяснить люди обижаются лет что это же болезнь что у меня трогать но если например муж бьет свою жену да в страницу алкогольное опьянение вот значит такая у него болезнь такая но когда приезжает на ряд полиции болезнь куда-то уходит у человека просыпается самокритика рефлексия и у него рождается понимание как нужно остановиться и поговорить с нарядом полиции чтобы не усугубить свое положение поэтому довелось как-то писать работу от вышла книга мировоззренческий сдвиг детали наркотического бума распада общества вот как раз части 5 кажется вот я стал вопрос ну не только в нашей наркомании вообще в других моментов но наркомании был как некий некий просто частный вопрос действительно ли генами кодируется предрасположенность до человека ой то есть гены определяют поведение человека и приводил слова некоторых ученых который говорит что если берем хотя бы наркомании до прямой связи между субстратом которым наркотически употребляем и нашем состоянии нет и даже такой пример мы все генетически обусловлен на голод но ведь правда да но голоду каждый из нас имеет ну в разную адаптацию один чек голода идет работать другое убивать и соответственно твоя реакция на генетическую предрасположенность она уже определяется этой мировоззрением опытом и виктор франкл как раз когда ему одна женщина говорила что вы от меня хотите я типичный ребенок там не знамену паддеру и он как раз говорил что и сейчас я подразделяю да что есть все таки психология которая наука и которая имеет какую-то экспериментальную подтвержденность и популистика на который занимается схемами и разрушением человека и вот как раз он говорит что виктор фанкл что как раз настоящая эта психология она не не про то что мы нагружаем человека схемами убеждаем что он травмирована как раз суть то и состоит в том что чеку даны знания для того чтобы преодолеть эту социальную судьбу социальную какую-то задность что он и раз он типа считаешь что раз он родился в такой-то семье которые были такие-то признаки он навсегда искалечен как вы их назовете так она и поплывет вот примечательно что в немецких конституционных лагерях людей людям внушали ту ситуацию что ничто из того что они сделают никак не повлияет на их выживаемость и люди которые близко к сердцу принимали эту идею что ничто из моих действий не повлияет на мою судьбу они погибали у них ну каждого не расстреляешь пули до вручную поэтому создавалась система при которой людей начинается уныние и то же самое когда человек начинает слишком к сердцу принимать очень-очень популистские точки зрения прикрытой наукой скорее не наука и социентизм да что все задано все обусловлено у него начинает пропадать какая-то здоровая инициативной жизни вот известно даже вот как уже сказал что и идея того что например зависимость алкоголь наркотической является болезнью она была проверена там профессор марком юисом книги биологии желания он как раз говорю что согласно исследованиям было показано что самый неблагоприятный в какой самый неблагоприятный фактор для реабилитации человека это убежденность что моя проблема является болезнью потому чтобы человек мог двигаться вперед им нужна к это здорово инициативность но в православном понимании с бомб с помощью божьим как это послали все могу а укрепляющим меня христе были даже следы который показал пока что человек даже способен менять свою генетическую составляющую да то есть мы общались с ним ученым действительно очень трудно понять механизму как каким образом мозг управляет до организмом и некоторые ученые говорят о том что даже наше произвольное внимание каким-либо аспект наше бытие включает определенные процессы активируется один ген идет выработка какого-то белка и запускается какие-то другие процессы то есть мы сами в принципе своем произвольном внимание как говорят ученые можем тормозить какие-то гены их активировать сейчас мы видим наплыв литература который пытается объяснить человеку что у него нет ни сознания не свободы воли частности известным был такой астрофизик стивен хокинг который до пытался убеждать нас что у нас нет свободы воли ну то что как астрофизик заявляет может быть действительно это и справедливо но то что он пытается как бы описать нам работу мозга это ставится под сомнение но если у нас будет какой-то отдельное видео я могу сказать чем обусловлен так из взгляда стивена хокинга ну например книга дико сваба мы это наш мозг да это человек который 30 лет возглавлял в нидерланных институт мозга который пытается убедить нас что никакой свободы нету что мы все целиком полностью обусловлено родился педофилом живи педофилом родился гневливым живи гневливым но как мы с одним ученым дружим и он как раз объяснял что некоторые авторы которые избыточно как-то свое внимание фиксирует на данных аппаратуры они оценивают только уже последнюю стадию процесса например да пошли какие-то эти гормоны нейромедиаторы но почему они пошли до процесса завета гипоталамус но гипоталамус не сам решает а гипоталамус управляется корой и вот то что человек заложил в кору свою да то что он читал видел слышал если в этой коре наблюдается какой-то сбой то это сбой выражается действительно уже в том числе и выброси каких-то может быть нейромедиаторов которые внешне при внешнем людей кто-то посчитает что у человека свободы воли нет и заключили например один профессор где вы можете кидать меня помидорами гнилыми но я скажу что любви нету что это просто биохимия молодой человек ушел увидел девушку у него выделился фенил фенилотиламин и пошла цепочка каскадная процессов сексуальных каких-то предпочтений мы называем это любовью но вопрос а почему именно на эту девушку среагировал молодой человек да были исследования которые показали что не только фертильные девушки вызывают мужское предпочтение но просто есть такая теория что любовь это просто когда самцы спариваются самками да вот не некое такое чувство ну вы же девушки болезненные бывают даже инвалиды но почему-то они вызывают чувство любви и это как с этим же ученым скромным дружим он как раз поддерживает сам христиан как раз говорит что это неверная точка зрения потому что у нас есть определенная разная система если мы приведем человека понимаешь нас есть некий соответственно эта система запускает другую систему там мы что-то там дальше думаем потом там беремся за ручки да я к чему что и вот это какая-то уже сложившаяся работа сознания приводит тому что процесс переходит уже на видимую фазу когда уже что-то человека начать выделяться меняется пульс но это следствие той работы которая проходит но под воздействием тех принципов которым узнали воспитание и когда нас пытаются убедить что этого ничего нет нас по сути пытаются не вести на уровень животным поэтому можно сказать так что у человека есть определенные наследственные проблемы могут быть как об этом писал ганушкин да в своей работе клиника психопатии но все-таки ганушкин пока что святые отцы хоть и не писалось были правы что если человек живет в конструктивной среде если движется каким-то значимым конструктивным целям даже при наличии своих врожденных каких-то аномалий он может выровняться это то знание когда нужно четко помнить внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео